думаю никто не будет спорить с тем что юмор очень важное качество в повседневной жизни которая помогает как находить контакт с другими людьми так и преодолевать многие трудности стендап комики становятся кумирами молодежи известные личности приглашают их на интервью а видео с ними попадают в тренды но какая польза от таких шуток у тебя в итоге со спиной что-то мне не все хорошо а хули шнурки не завязывать сейчас буквально возник тренд на жесткий грубый юмор откуда взялся этот спрос и был ли он всегда почему так популярны прожарка и шоу что было дальше давайте рассмотрим юмор как способ коммуникации не только между собой но и со зрителем она тушится и работает как дизель запалярия но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране где мы как раз и процветает это я рекламу делаю пума пожалуйста напишите ему в директ пусть порекламирует пума напишите олегу майбыш он долбаем не нужно сидеть жюри комеди батла или вести юмористическую передачу 55 лет чтобы понять что это кардинально разный юмор тем не менее и первая и вторая шутки вызывают у сидящих зале людей бурный смех что же произошло изменились люди время тренды или сами юмористы чтобы понять как и почему изменился юмор поговорим о его развитии сегодня у нас популярен жесткий юмор а раньше а что было раньше расскажу буквально через минуту но вот что интересно буквально столько же лет назад никто и представить не мог что можно будет сидеть работать дома за компьютером и чтобы освоить какую-то профессию зарабатывать также из дома выходить не нужно сейчас везде и всюду рекламируют так много разных профессий каждую называют актуальной и востребованной но некоторые все равно до сих пор не могут определиться с направлением именно поэтому многим известный онлайн университет скилл бокс 21 марта проводят бесплатную онлайн конференцию время для новой карьеры по таким направлениям как дизайн программирование и маркетинг конференция поможет определиться с направлением какие вообще существуют новые профессии и интернет-тренды под руководством экспертов вы сможете составить план своего развития выбрать и освоить перспективную профессию которая интересна именно вам а не навязана кем-то всего за один день у вас будет понимание в том как развивать профессиональные качества маркетолога рисовать логотипы создавать продающие сайты ну или кому интересно программирование развиваться в java или python тут посмотрите даже подарки подготовили для участников конференции ну и соответственно каждому направлению свой спикер который является экспертом в своей сфере что не может не радовать собственно ссылку на регистрацию на конференцию я оставлю в описании под видео повторюсь это все бесплатное мероприятие которое ни к чему вас не обязывает конференция продлится всего один день поэтому после просмотра моего видео рекомендую не затягивать углубляться в историю мы не будем если верить булгакову то на руси многим было смешно уже от того что людей просто сажали на кого у меня вот тоже один такой был крылья сделал ну 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 я его на бочку с порохом посадил пущай полетает в советском союзе основой юмора балла конечно же сатира выступлениях артистов юмор часто подразумевался но не было четко сформулированных шуток которым привык современный зритель повествование зачастую шло от различных персонажей над которыми иронизировал сатирик зрители чувствовали это смеялись и бурно аплодировали например знаменитый монолог жванецкого чтобы обратно забрали они это пальто себе у меня фигура и так неважная а пальто в трамвай не могу войти место уступает и без очереди пропускают и плакали вслед две женщины которые мужей потеряли сюда же можно отнести известный монолог геннадия хазанова от лица попугая в котором актерская работа артиста усиливает комический эффект рыбу кто-нибудь называет дурой нет потому что всегда молчит и и ловит она молчит и и жарит она молчит несмотря на игровую манеру исполнения номера текст все еще представляет собой сатирическое произведение написанное литературным языком с разными смыслами и потекстами которые зрителю предполагается додумывать самостоятельно понятно что во многом так усложнять сатиру приходилось из-за жесткой советской цензуры но важнее то что для зрителей была норма такое относительно непростое повествование эти фрагменты совсем не похожи на современный юмор они скорее сатирический рассказ теле чехова или зощенко про выдуманных персонажей через которых автор высмеивает особенности простого русского языка ниша юмора для людей которые не хотят искать какие-то подтексты долгое время пустовала именно этим можно объяснить успех аншлага кривого зеркала и других комедийных продуктов после развала ссср успех имели даже такие шоу как деревни дураков которые откидывали комедию далеко назад во времена немого кино или даже скоморохов где словесная и смысловая нагрузка вообще отсутствовали комедии юмор стали разниться появилась хоть и небольшая но нишевость этой отрасли перед зрителями появился выбор происходило самое главное изменение юмор становился смелее с него сбрасывались оковы цензуры а юмористам позволялось все больше и больше в начале нулевых с появлением comedy club началась новая эра русскоязычного юмора которая породила то что востребовано сейчас комедия стала по-настоящему массовым жанром шутить стало можно почти обо всем а темы для шуток только прибавлялись лопнул пузырь нет это все продолжалось и продолжалось можно шутить обо всем это не обшученная страна что представляет юмор из себя сейчас тренд на искренность о котором я часто упоминаю в разборах пришел и в этот жанр зрителю гораздо ближе стендап где комики высмеивают свои проблемы и реальную жизнь абстрактные случаи на свидании из квн или сложные сатирические монологи канули в лету без эфиров на телевидении обретает популярность формат стендапов где люди разного возраста пола и национальности в ироничном формате начинают описывать ситуации которые происходят с ними в жизни увлекая то что события которые описывают комики резонируют практически с каждым кто сидит зале или смотрит у себя дома они пересылают эти выступления своим друзьям знакомым потому что уверены что в такой ситуации мог находиться и их близких я живу в москве уже сколько восемь с половиной лет я очень долго привыкал к этому городу потому что я не подхожу для москвы для москвы в первую очередь не подходит мое выражение лица просто я страдаю от того что люди думают что я такой добрый безотказный чувак пять лет брака я понял что я разучился флиртовать знаете я даже не могу распознать флирт забавно что и в кривом зеркале тоже был похожий прием там юмористы также делились похожими ситуациями но сейчас для нового поколения они не актуальны поэтому и не вызывают близости ценности изменились как изменился подход к юмору и описываемым проблемам у меня чаще змея по гороскопу по гороскопу по гороскопу вырос зритель который устал от гламурного нарочито веселого и прилизанного юмора зритель который быть может сам сталкивался с такими проблемами зритель который желает от комика откровенности второй тренд захвативший внимание массового зрителя это преобладание жесткого порой даже злого юмора на котором основываются хейт-шоу он зародился у истоков comedy club когда дерзкий еще неизвестный павел воля например выходил на сцену и жестко шутил над звездами в зале тнт вообще приперли целую сцену поставили вы все там выёживались что-то там показывали и вся эта красота продолжалась пока где-то вдалеке не начался концерт бузовой наверное он первым нарушил советской постсоветские шаблоны телевизионной передачи и публичных выступлений в целом это принесло ему и comedy огромную популярность и воля гай ну а чё пятница вечер вы пришли сюда в comedy club вообще концертов нет из он такой опа разве такое можно говорить в лицо артистам поговорим о современности конечно наша речь пойдет о популярных программах про жаркой что было дальше где комики перешли ту грань до которой comedy даже не доходил по своей сути эти шоу просто юмористический буллинг да нам бывает смешно во время просмотра порой даже тем кто не является поклонником этого шоу им все-таки приходилось периодически сдерживать смех на определенных моментах и этому даже есть научное объяснение чуть позже я о нем расскажу вот что отвечает рустам рептилоид на вопрос о том как у него дела в юморе короче юмором с точки зрения ремесла я не могу это назвать то что в ютубе происходит это больше такая штука заработать денег именно это сиюминутность и способствует популярности шоу нынешкему зрителю куда проще отличься от тревог и негатива в жизни или даже выплеснуть свой гнев через жесткие оскорбительные шутки комиков еще в 1971 году зильман своем исследовании обнаружил что возбуждение и радость происходят не только через положительные эмоции от юмора но и через отрицательные которые также улучшают состояние человека и его понимание шуток возможно поэтому желание смотреть как остроумно на звезд выливает ушат юмористических фекалий только упрочились это можно назвать прогрессивной примитивной потребностью жажды зрелищ когда люди почувствовали кровь и обычный юмор стал им не интересен кстати в отдельном выпуске я подробнее рассмотрел чем людей тяготит негатив шоу и на тиви здесь это тоже присутствует но рекомендую посмотреть тот ролик чтобы раскрыть темы еще подробнее сергей детков переживший невероятный шквал хейта после появления в чбд надеется что необходимости в таком юморе упадет но пока этого не происходит как ты думаешь в этом году агрессивный юмор уже перестаньте нравится потом я надеюсь что дальше прожарки коми я надеюсь на это искренне об этом же говорит андрей бибурышвили я работаю в метро я витя жопов мне очень плохо у меня маленькая зарплата и 70 пиногридов я пришел и вот мой колледж рыбаков обоссал майами все вот меня это радует почему-то интерьер ирина шихман подмечает что юмористы не любят этот тренд но при этом сами же на нем зарабатывают андрюш вы на этом спекулируете зарабатываете учите этому народу так и выглядит сознание общества невольно напрашивается аналогия с рэп батлами было бы неправильно сказать что подобный юмор пришел на замену потерявшему популярность версусу однако сходства у них имеются в рэп-баттле как и в современном юморе допускались практически любые оскорбления сторону оппонента моментами шло негласное соревнование кто сможет зайти дальше в них зритель также не принимал обычное оскорбление всем хотелось слышать не прямые а красиво оформленное унижение либо с юмором либо с какой-то мыслью в этот момент невольно вспоминается тренд на сатирический юмор советское время кстати интересно отметить что когда юмор обрел свою популярность то появились батлы похожего формата но все же в первую очередь батл это анализ и разбор оппонента стремление унизить его не в шутку а по-настоящему задеть вывести из равновесия и тем самым продемонстрировать свои навыки импровизации стихотворные лексической форме генерировать интересный контент ты забавный косплей на меня ждем заставку ждем заставку где чейни на лексусе едет к пару 1702 интересно также рассмотреть и шоу или соболева можно ваш телефончик у ильи соболева самым популярным сейчас является именно это шоу где он вызывает на сцену обычных людей забирает у них телефон а затем они чтобы получить 5000 рублей делают неудобные и порой стыдные для некоторых вещи определенно это еще один подвид жесткого формата юмора в котором присутствует конкретная жертва и неудобные ситуации по сути илья довел жесткие задания успешного шоу коммент ау до максимума в подобном формате звезд оказались уже не нужны и это кстати доказывает что успешность шоу такого характера не в известности гостей а больше в обстоятельствах которые человека закидывают кладешь себе на язык опарыша но почему такой формат интересен зрителю и что он имеет общего с чбд и прожаркой американский психолог элиот аронс в 1966 году описал один очень интересный феномен названный эффект оплошности его суть заключается в том что привлекательность человека допустившего оплошность увеличивается или уменьшается в зависимости от его компетентности и поведение то есть компетентный человек сделавший ошибку кажется более привлекательным чем человек со средними знаниями и умениями допустившая оплошность но как это влияет на шоу очень просто когда в гостях у чбд или прожарки или можно ваш телефончик мы видим известного человека, или даже где-то не очень известного, которого ставят неловкие ситуации, у нас возникает больше желания и интереса за этим наблюдать. Инстинктивно мы стремимся наблюдать за приятными нам людьми, а значит, за неловкими ситуациями, в которых ставят. Это положительно сказывается на рейтинге шоу. Вспомните себя, неужели не было ситуации, когда у вашего друга или коллеги происходит какая-то, казалось бы, нелепая ситуация, и вы прям так не смеялись? Очевидно, такое было, хоть и не всегда, но у большинства. Что интересно отметить еще с Ильей Соболевым. Он подготавливал почву своей нынешней популярности уже давно, и формат, в котором он приходил и оскорблял людей в таком же жестком формате, как это происходит сейчас на ЧБД, было уже давно. Около шести лет назад он начал участвовать в шоу Comedy Battle на ТНТ в образе сварливого старика Дяди Вити. Он позволял себе жесткие шутки в адрежуре, что тогда было в новинку и по-настоящему смело. После того, как Соболев достиг определенных успехов с образом Дяди Вити, вполне возможно, он осознал, что зрители готовы к подобному жесткому юмору, и уже смог создавать его от своего лица, не прячась за образ. Марк Марков пишет, лютый кал. Ну не знаю, не знаю. Лютый кал это то, что тебе мамка готовит, понял? Возможно, именно этот старик стал своеобразным юмористическим флюгером для прожарки и показал, что такой формат очень востребован. Кстати, Илья Соболев тоже понимает, что такого жесткого юмора стало сейчас слишком много. Количество вот этого вот такого юмора, оно как бы, по идее, для, мне кажется, для грамотного развития жанра, его надо было бы сократить. И поэтому мы очень скоро можем прийти к насыщению, и на смену этого формата придет другой. Интересно рассмотреть пример противостояния двух разных форм юмора. В интервью Дудю Александр Долгополов, продвигающий кардинально другой подход комедии, вот так высказался о шоу, что было дальше, и Алексею Щербакове. Алексей Щербаков — это олицетворение того, что я хотел бы, как комик, победить в душах других людей. То, что слишком агрессивно смутил? Они просто оскорбляют его, это даже не шутки. Интересно сравнить два формата юмора комиков. Долгополов и Щербаков — они антагонисты, потому что представляют абсолютно два разных подхода к своей комедии и юмору в целом. Большинство стендап-комиков придерживаются того, что стендап — это синтез мыслей и шуток примерно в равной пропорции. Но есть и те, кто делают явно перевес в одну из сторон. Вот что о юморе говорит Щербаков. Ну, как обычно говорят, ставь научить чему-нибудь зрителя, вы должны не просто шутить, вы должны что-то оставлять в голове. Вот мне, блядь, неинтересно это. Я хочу просто, чтобы вот разжить и все. В количестве зрителей перевес, безусловно, идет на сторону понимания юмора и комедии Алексея Щербакова. Жесткий, прямой и открытый юмор без глубоких подтекстов сейчас гораздо востребованнее, чем что-то сложное и двусмысленное. Но вот что интересно. Долгополов сам обрел популярность во многом за счет своей экспрессии и откровенности тем в своем материале. Например, самый популярный его концерт, набравший три с половиной миллиона просмотров, изобилует подобными отыгрышами и шутками, как, например, вот этот. Держу пенис. И такой, «Это что-то красное на пенисе? Я не могу понять. Там что-то красное скачало на пенисе, или это тень падает на пенис?» Затем Александр пересмотрел свои взгляды и на жизнь, и на комедию. Главенство как раз заняла мысль и позиция. Также Долгополов полностью отказался от мата и дискриминирующей лексики. «Многие мои шутки работают только благодаря мату. У меня были блоги, которые заходили лучше всего, и на съемках мне пришлось выкинуть их уже, потому что они вообще не работают, они без мата не работают». И после таких изменений можно увидеть, что у Александра, безусловно, осталась его аудитория, но ее стало меньше, как и всеобщего внимания. Многим зрителям без такой экспрессии, откровенности и мата Александр, видимо, уже не так интересен. И это вновь говорит о потребности массового зрителя в жестком и порой даже грязном юморе. Массовый зритель до сих пор загнан в рамки ТВ-программ. Это семейный или социальный юмор, политика или наблюдение из жизни. Скорее всего, поэтому жестокость в комедии так популярна у нас в стране. Она разрывает шаблоны дозволенного, вызывая тем самым огромный спектр эмоций. Она удивляет, шокирует, иногда смущает, привлекает внимание и запоминается. Что было дальше, напоминает нам посиделку друзей, на которой все решили подшутить над одним человеком, что показывает параллель с нашей жизнью, с которой встречался почти каждый, хоть и не во взрослой, но обязательно хотя бы в школьной жизни. Нам знаком этот формат, мы его видели, знаем о чем это. Вполне возможно, что подсознательно зрители ассоциируют себя с комиками ЧБД, чувствуя выброс негативных эмоций и гнева через жесткий и даже оскорбительный юмор. С другой стороны, с помощью демонстрации таких ситуаций, человек получает некий пример, как можно выйти красиво и с достоинством при аналогичных ситуациях в жизни, либо наоборот, как вести себя не стоит. Можно сказать, это дает некий тренажер, дающий готовые решения поведения в критических ситуациях, и дает своеобразную моральную подготовку к ним. Ведь мало кому интересна действительно история, рассказанная гостем. Интерес вызывает то, как он справляется с натиском, который обрушивается на него. То же касается и прожарки, на которой комики высмеивают друг друга, а затем подробно и безжалостно обшучивают звезду выпуска. На целый час зритель может позабыть о своих проблемах и почувствовать превосходство над людьми, которых унижает по ту сторону экрана. Это, безусловно, усиливает эффект от шуток и делает их еще смешнее. Однако, может и проявлять эмпатию, и чувствовать себя на месте того, над кем подшучивают, и размышлять. А что бы я смог ответить? А как бы я отреагировал? При этом площадок для самовыражения комиков со своим взглядом на юмор становится все больше. А значит, количество зрителей, которые не воспринимают его по привычным лекалам, тоже растет. Хорошая новость заключается в том, что юмор становится все более и более разнообразным. А значит, каждый сможет найти свой продукт. Юмор – один из самых древних форм искусств, который может эволюционировать, может меняться, может кому-то нравиться, а кого-то раздражать. Однако, если что-то существует, существует долго и имеет положительный охват у большинства зрителей, аудитории, соответственно, на это есть спрос, потребность, необходимость. Жесткий юмор в том виде, что мы сейчас наблюдаем, помогает разделить свои эмоции и чувства с окружающими, выплеснуть то, что накопилось, а в некоторых ситуациях и вовсе получить наглядный жизненный пример поведения. Вполне вероятно, что подобная форма скоро устареет, и ей на смену придет новая, которая будет удовлетворять уже совершенно другие потребности. А на сегодня у меня, пожалуй, все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Разбор Собчак, Путина, Навального, карточного домика, во все тяжкие. В общем, все то, что вы у меня периодически просите, я разбираю в кратком формате в своем телеграм-канале, потому что это быстро, оперативно, удобно и позволяет отследить вашу заинтересованность. И появляется еще задолго до того, как я и делаю в итоге какое-либо видео. Поэтому я рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку на него я добавлю в описании. Сейчас выкладываю там много контента, и будет здорово, чтобы вы переходили, комментировали и давали свою обратную связь касательно контента. Также, используя свое эфирное время, я порекомендую кому удобно инстаграм, который я делюсь более оперативной информацией о новых видео, которые я размещаю, оба инсайдерской информации, которая происходит у меня в жизни, переживаемые ситуации, мой опыт, моя практическая деятельность. Поэтому эти все ссылки я добавлю в описании. Переходите, подписывайтесь, будем двигаться вместе. Субтитры сделал DimaTorzok